Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить в модификацию История Джона. Это третья глава, в пути модификации называется История Джона 2, но по факту это третья глава. У нас на повестке дня задание поговорить с Лешем, видимо он вырастил свое растение, и мы можем наконец-то убить то самое Динго. Вот, можно отдать Айдару материалы на 2000, которые мы нашли в прошлой серии, в конце прошлой серии. Так, это, кстати, можно починить. Так вот, ну и продадим, я не знаю, какое-то количество денег, он у нас денег очень много. Куда я пришел, просто чтобы... Чуть-чуть починиться, скажем так. Ну, кто заберешь, ну... Минус. Это была такая небольшая проверка для экономики. То есть, невозможно бесконечно чинить пушки и продавать их за более дорогую сумму. Это не особо выгодно. Покушали, попили. Можно спокойно отправляться к Лешему. Оружие у нас все заряжено. Патрон в патронник и двигаем дальше. У нас туман непроглянный. Ну, здесь вроде как никаких мутантов быть не должно, и никто нам помешать передвигаться не должен. Вот мы уже у Лешего. Давайте посмотрим, что он нам расскажет. Он там нарыл. Не, брат. Не в настроении, а сейчас к планетам перестреливаться. Я думаю, там парни сами справятся. Я погляжу, твой оранжерей неплохо разрослась. Чего назвал? Ох, сердце у меня кровью обливается. Переживаю. Послал Мотиус за копытный кабана. Направил его в хнаре, в лесочке. Видел там одного хряка. Убить такого проще простого. Закинул грину в нору и дело с концом. Останутся от него одни копытцы. Но, Моти, понимаете? Понимаю. Не бережуай старый. Тебе вредно. Нам помочь ему? Пригляди за ним. Напортачит. Помогите. Заплачу вам за хлопты в любом случае. Понял, сделаем. А зачем тебе понадобились копыты? Лосом хочешь угостить? Почти угадал. Перед парообразованием выдержки из этого благоухающего цветочка ее нужно сгустить. А ты явно знаток в химии. Ну, похоже, не в тебя пошел. Я человек советский. Мы время учили. Они оба, а мы, кажется, забыли про Мотиус. Бывай. Метка у нас есть. Метка есть. Так, а что у нас здесь вообще за подлокация? Лесок. Давайте проверим, что там. Разобрались с бандитами. Крупы. Это же бесконечное количество патронов гранат. Это мы уважаем. Талкеры тоже полегли, да? Они просто взяли и друга перебили. Интересно, девки пляшут. Ну и ладно, как говорится. Нет, что. Крупушки в отрадительном состоянии. Поэтому нам это не особо интересно. Давайте отправляться спасать Мотю. Очень надеюсь, что он жив. Хотя, может быть, уже и нет. Пока что я уже надеялся, что это... Просто если мы начнем убивать Динго, я так понимаю, это будет конец третьей клавы. Не то, чтобы я хочу, чтобы это прохождение побыстрее завершилось. Оно достаточно интересное. Скажем так, выше среднего. Сюжет здесь выше среднего. Ну и в целом, все, что окружает эту модификацию, все, что вокруг. Ганслингер, некоторые графические правки и так далее. Ну и плюс общая стабильность модификации, фпс и так далее. Все это говорит только в плюс. Модификация? Но все же... Конечно, он сначала нам всадит полуобоймы. Потом уже, блин... Откиснет. Конечно, как иначе. Нормально, кто-то облутался, мужик. Нет. В целом, все-таки не очень удобно. Так, давайте взлетаем халявные бабки. Говорится, почему нет? Вот этого я, сука, не ожидал. Да, Эмис, посмотри на меня. Я тут переигрывал со своего последнего сохранения и... И теперь бандитов встретил прямо здесь. Это те самые бандосы, которые начали убивать тех сталкеров. Но мы это действие, конечно же, пресекаем. Ну, видите, как бы... Модификация лайфь живет. То есть... Ходят бандиты. Там группы такие бандитов. Причем не очень понятно, что они здесь вообще забыли. Здесь как бы база сталкеров и база военных. И, как говорится, что те, что-то другие, их пиздят. Поэтому здесь ловить как бы особо нечего. Ладно, этот момент вы уже видели. Так, в этот раз с вояками особых проблем не возникло. Я уже сохраняюсь просто каждую секунду. Ну, то, что... В моем понимании, тут особо... Ну, нужно быть прям... Таким, как я, чтобы умереть. Ну, либо вот такая вот ситуация должна возникнуть, как у нас возникла с теми бандитами, которые просто взяли и... Вышли из-за угла. Вы видите бандитов? Я не вижу. Можно спокойно взболтать эту зону. От этого сканера делается это очень легко. Вот образом и... Мы с вами получаем там свои законные 3000 или около того. Времени мы уже пробежаемся... К месту, где должен быть мотин. Не займай меня! Не займай! Спасибо. Эммис. Что-то помог нам. Еще одна зона. Вполне может быть, кстати... Что последняя. Так. Пропусти нас. Нет, видимо, не последняя. Давайте поговорим с Моти. Слава богу, что ты жив. Тут дед бы нам башку оторвал. Ух, вот это я не вовремя к ним завалился. Похоже, у Борову было свидание. А вы тут какими судьбами? Мы от... Мимо проходили. А ты зачем к этой милой парочке полез? Третьим хотел заделаться. Очень смешно. Я сильно провинился тогда с этими настойками. Дед отчитал меня как ребенка. Мне так стыдно стало. Решился за голову взяться. Ему понадобились копыт, кабана. Вот я и вызвался. Хорошо, что решился за голову взяться. Собирай тогда свои копыты и пошли к лештему. Нам тоже к нему надо. Это я мигом. Наконец-то старого обрадую. Мы выполнили твое поручение. Пала вам. Шепотом. Надеюсь, вы ему ничего не сказали? Не проболтались, не переживай. Вам стоит на верный путь. Может больше ему доверять. Рад это слышать. Вот награда. Готовьтесь. Осталось совсем немного до конца песенки Динго. Найдите себе по костюму замкнутой системы дыхания. Понимаете, Олеший? Замкнутая система. Это типа скафандр ученых? В нашем случае Сева. Держи свою долю. И где же их отрыть? Помнится, что они не из дешевых. Не знаю. Арест. Джон Эмис, я обещал вам работу подкинуть. Помните, подходите ко мне. Новое задание. Каждый лектор желает знать, где сидит фаза. Поговорить с арестом. Ладно. Будем потом думать. Пойдем-ка к аресту. Сука. Ну вот. Как так происходит? Что каждый раз. Я же не прохожу. Монификацию заранее перед вами. То есть я прохожу ее вместе с вами. Я же продал костюм. Только что. В конце прошлой серии. Я костюм продал замкнутой системой дыхания. И вряд ли он у него в продаже остался. Что-то мне подсказывает. Ну, название задания интересное достаточно. Пойдемте к аресту. Посмотрим, что он нам подкинет. Может и все вы получатся как-то обзавестись. Я думаю, тут по сюжету не учтено, что у нас где-то там на интере должен лежать такой костюм. Поэтому то, что я его продал. Лишь чуть-чуть. Совсем маленькую кабельку. Усложняет нам жизнь. Арест у нас, как помнится, сидит на третьем этаже. Но сначала я хочу... Слушаю тебя. Техника мне не надо. Да, костюмчик, конечно же, у него уже продажи не имеется. Испарился, что? Так. Ух ты, задания появляются просто на каждом шагу. Внимание, сталкеры. На болотах у аномалии кислотное болото завелся кровосос белого окраса. Очевидцы рассказывают, что он необычно выносливый. Особенно, когда он находится в невидимости. Но если как болит Формула-1, к тому же похоже, что его кожа намного прочнее, чем у любого другого сусуна. Запасайтесь патронами. Надо кончить гада за наградой и обращаться к аресту. Ищу нашивки монолита в качестве пяти штук в хорошем состоянии. Спрашивайте сталкеров в баре. Кайф. Понимаю, что вряд ли у кого на агропроме будут с собой нашивки, поэтому можете поискать трупы фанатиков в неизвестной подземке. Диггер поговорит, что они там... Явление не редкое. Подземки монолита, скорее всего, на третьем уровне. Но когда-нибудь мы туда точно пойдем. Блин, интересно. Слушайте, сколько, к черту, этих квестов дополнительных? Просто миллионы их. Сколько у нас мутантов? Осталось девять. Опять же, кровь камня мы еще не нашли, к сожалению. Но ничего, все еще впереди. Мы по поводу работы. Если коротко, то вам нужно снова слазить в неизвестную подземку. В одной из частей подземки бушует электричество. Диггеры решили отрубить его, дабы спокойнее заниматься своими делами. Ясно. От нас что требуется? Нужно зайти к Айдару, технику, на этаж ниже. Он вам выдаст инструменты, которые нужно отнести диггерам и возможности помочь. На миг диггеров вы сможете отыскать в тексте третьего уровня. Вот ключ. Понял, разберемся. У меня есть еще один вопрос. Слушаю. В подземку я и сам могу сходить. Хорошо, я постараюсь разобраться до твоего прихода. Не забудь про инструменты. Удачи. Давай, брат. Ты все сам слышал. У нас много дополнительных заданий. Меня немного тревожит, что мы не успеваем, типа, прошлое еще выполнить. Типа, наверное, оно как бы тут задумано, что сначала нужно выполнить прошлое, потом только приступить к следующему. Что, давайте разберемся с кровососом, раз задание у нас теперь есть такое. Странный кровосос поселился на болотах агропрома. Он мешает проходу на янтарь и сбору артефактов в аномалии. За его голову назначена награда. Желательно, наверное, туда, конечно, идти не в одиночку. И на самом деле темнеет. Но у нас есть очень мощный дробовик, хищник. И я думаю, сейчас, если я сохранюсь, это совершенно лишним не будет. У нас темнеет, и поэтому это задание, наверное, будет последним в этот игровой день. Займемся сейчас этим кровососом. Попробую чего выманить на себя. Субтитры сделал DimaTorzok. ну вот это было не сложно другую чем конечно делать свое дело артур клей в хорошем состоянии поэтому пожалуй возьму жение ничего снять с него не получится легкое задание но с какой-то сюжетный подоплек и как когда быть на задание в целом сойдет тем более что тут таких дополнительных заданий просто миллионы маленькая тележка и же 5 наших монолита все как раз таки подземки тут многие квесты связаны с подземкой так а у кого кстати награду забирать получить награду это по моему ареста нам все на туда я чуть совершенно забыл что нужно взять инструменты задание ну конечно однотипные плане того что там сбега в подземку отдает тому-то то то помогите тем-то том-то но там сама по себе по себе подземка очень интересно даже просто по ней бегать уже интересно привет брат сейчас будет 3 уровень на котором я не был я думаю там будет не менее интересно чем на втором привет я за инструментами для диггеров держи не потеряю их я столько все облазил чтобы собрать этот набор а дело их только донести за это можешь не переживать но привет бери у нас лежит и стадим задание по кровососу доска объявлением пустая привет брат с крысосом с красосом альбиносом из объявлений покончено еще все кончил створено вот и слава надеюсь это белоснежка единственное в своем роде говорят что он мигрировал самого рыжего леса не удивительно с его скоростью держи награду обращайся к сожалению у нас очень много денег их некуда тратить потому что у местного торговца максимум то есть это блин гроза у нас просто яка хорошая слишком призрака то есть даже на любое другое к его менять нет смысла то даже на натовскую винтовку нахер его менять ну и комбинезоны как мы уже поняли что никакие другие кроме заре он как будто не улучшает но по примере 2 мы попробовали так что нужно найти диггеров неизвестные подземки нет к черту я уже на такое натыкался поэтому сначала мы поспим предусмотрительно до утра до пяти часиков для того чтобы спокойненько у нас был целый день запасом чтобы там если даже ближе к вечеру выйдем не страшно пьем кушим эта карта лучше для дверей соответствующего уровня в неизвестной части подземки агропрома я уже убил в эту подземку как себе домой просто я слишком обнаглел а нет тут залезть как видите можно совершенно везде найти диггеров я прямо дежавю похоже у нас уже было несколько дверей ай тут у нас просто группа на литр интересно тайник о комбинезон ветер свободы ну мы его возьмем сто процентов возможно его получится улучшить конечно я ожидал помните чуть побольше но к сожалению туда-то я никак запрыгнуть не смогу ладно это тупиковая ветвь скажем так мы пришли отсюда и нам нужно сюда вот вниз так здесь сталкеры точнее сталкер и он своему счастью жив ну здравствуй привет я ищу диггеров которые пытаются отрубить электричество и тебе не хворать это серегу ищешь он там уже копошится но без инструментов хер что получится тебе нужно идти прямо но быть осторожным это вода под напряжением далее поднимешься по обвалу а там и в коридор выйдешь ищи металлическую дверь найти серегу электрика мы попробовали посмотрели как это работает она не ваншотит окей как помните нам по-прежнему нужно искать такие и колюхи как ее забрать пройти то тут я так понимаю вообще как бы проблем возникла ну ладно мы что мы нашли вот кстати нашивка монолита ошибки монолитовцев изучали цены среди сталкив так как они демонстрируют не только навыки выживания их новых владельцев при столкновений с врагом но и способности повернуть столь опасного противника иначе ты нашли но банк и не фолио тут будет очень много пересохранение но я этого не стыжу совершенно вот да ну как ладно вот таким вот макаром здесь можно спокойно пройти я так понимаю что когда мы это электричество отключим можно будет спокойно здесь пройти и забрать эту банк и не фолио запомню двигаем дальше убираем все что плохо лежит отрываем монолитовские на шивке насажив 2 таки здесь у нас это было легко не скрою поэтому сохраняясь слегка подальше банка консервов спасибо бинт забираем все что плохо лежит банк консервов тоже так и быть заберем металлическая дверь которая нам нужна я так понимаю вот это так запомним они слушали здесь можно и так подняться взять и я думал просто что это вода тоже будет нас пить так дверь открывается вот это нам похоже туда эта дверь просто не активно кей интересная подземка интересно чего они ее собрали но вот это уже подземелья агропрома вылитые еще один монолитовец тирать я завалил убрать третья нашивка ира ты братан сюда как-то вообще все прошел блин я принес инструменты наконец-то брат я уже заждался это все сейчас будем бороться с этим передержем зевса мне понадобится твоя помощь пока я сидел без нужных инструментов успел разобраться в устройстве этой штуки план такой я буду здесь ковырять а ты подергай рычаге нужно найти верную комбинацию для отключения если англица откат то оранжевый бокс рычагом сбросит напряжение так ни хера не понимаю давай второй четвертый третий первый ладно 1 2 4 3 ни хера не понимаю а если 4 2 1 3 и чё как это блин и работает короче отключил я все это дело работает это примерно следующим образом я уже просто сделать в сохранении не хочу при проходе все заново наверно минут 15 сидел методом тыка пробовал эти рычаги и каждый из них имеет три положения для того чтобы подобрать правильную комбинацию первый рычаг надо дерн три раза и остальные по одному и тогда вас будет полностью комбинации из 6 плюсов и все отключится значит вырубили каких чертов комбинации кто вообще проводил тут электричество если бы я знал кто вообще отгрохал столько лабораторий в чизо надеюсь диггеры когда-нибудь разгадают загадку кто бы это не был он явно любитель все усложнять интересно откуда в лабораториях электричество я был в их 16 там тоже довольно светло я объясню эту фразу это зона братан тут достаточно одного электрического артефакта чтобы на долгие месяцы запитать какую-нибудь базу вот хотя бы нашу на агропроме я не говорю что об этих электрах одна такая рядом с каким-то аккумулятором как эти справа от тебя и вся лаба будет сверкать до долгой короче это зона по глупому и не скажешь ну в общем респекте за помощь теперь диггеры могут спокойно проходить в ранее недоступные места бывай вернуться аресту так нужно быть остороже а кстати говоря у нас банка конденсаторов и вроде бы больше ничего здесь ничего не наблюдаю нужно просто на обратном пути еще раз осмотреться там у нас все я понял вот еще одно место поэтому на лету с мы снимали нашивку потому что я только троих монолитусов нашел на самом деле странно где тут еще могут быть монолитовцы не особо понятно лаборатория мне прям нравится вообще нравится мне лаборатории в сталкер но я думаю как и многим из вас очень шанс атмосферный без мутантов они скажем так чуть более спокойными кажется но при этом все равно атмосфера остается так мы вышли может быть стоит на уровнях на которых мы уже были поискать монолитовцев выбер где-нибудь вот здесь а вот у нас второй уровень троны и коробка транзисторов ящик броню и долл интересно девки пляшут да не зря я сюда сходил и фактор здесь больше никаких нет а зато есть группы монолитовцев открываем нашивку оба эти еще здесь мы тоже были но никаких трупов тут нет так вот здесь вот на этом месте я нашел еще что-то связанное с электроникой я вообще просто обыскиваю всю лабораторию предмет еще одного трупа монолитовцев по любому пятый должен где-то быть но пока что найти не могу так здесь еще коробка транзисторов но я подозреваю что труп монолитовцев последнего должен быть где-то здесь любому на этом уровне больше просто ему негде находиться кроме как здесь я просто уже поисках этих трупов точнее этого последнего трупа как видите у нас четыре нашивки я облазил здесь все зато нашел два артефакта на самом деле очень неожиданно пустышка и венгерский огонь не знаю правда здесь все просто облазил и не нашел последнего трупа ну да какой из меня летсплейщик модов на сталкер если не могу блин тайник самое банальное найти по сути это же тайник я не знаете все облазил возможно где-то что-то упустил если вы нашли пишите в комментариях я уже просто по несколько раз обошел все эти комнаты этого трупа я и обнаружил может быть где-то он ну не знаю вот как обычно это бывает он за таком месте в которой даже не подумаю посмотреть он наверное этой расчет но сейчас найти его я могу да не обновленная вернуться к аресту я надеялся может быть где-нибудь здесь на фу на выходе труп имеется но нет я правда облазил просто вдоль и поперек всю эту локацию как бы она мне не нравилось но пиники по-прежнему это не мое но мы с вами нашли два артефакта два бронжилета и как я полагаю опять же это не факт все радиодетали которые возможно было найти можно где-то что-то упустил эти время у нас всего лишь 9 утра если мы справились на удивление очень быстро с вернемся к аресту по поводу костюмов замкнутой системы дыхания ну а также знаем как деловые миссии отдадим наши радио материалы технику но привет и почем 4 по 4000 берет от артефакта за хорошую цену его можно парить если с этими патронами гранатку это все дело тоже пожалуй забирай посмотрим привет брак костюмы на сможет улучшить спасибо ну да ты мне очень выручил столько все приволок у меня глаза разбегаются так и запишем товарищу джона пожизненная скидка вот это как раз кстати да ну хоть и это задание выполнили отлично просто изумительно давайте сравним эти два костюма получается ветер свобода как будто бы по многим характеристикам будет получше да и есть он меньше поэтому лучшим его достаточно дефолтным способом это отремонтируем а это мы сейчас с вами все продадим слушаю тебя открыто достижение карманчик счету достижения тоже прикольно почему нет что она значит эти принести все радиоматериалы для айдара из известной подземки ладно привет брак нового не появилась и мисс реверает за невыполнена поборолим электричеством молодец вот тебе благодарность от всех диггеров благодарю что там севами получилось договориться с одним командиром ополчения звать порох обычно сидит баре у кирюхи кажется вы уже вам уже доводилось с ним работать было дело не могу не сказать что это повлияло на его решение он готов предоставить пару сев подробности узнаешь у него самого эмис уже там если вы действительно идете на динго то удачи она вам точно пригодится может начинать собрать деньги на нагаду скоро ее голова окажется на этом кровавые костюмы поговорить ладно чё на этом будем заканчивать эту серию в следующей серии мы все-таки пойдем на динго я очень сожалею что не получился мне найти пятого пятый труп монолитовцы это прямо упущение может быть я тут без записи еще побегу и следующую серию мы начнем как раз с этого но пока что друзья обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии может быть вы нашли тот самый пятый труп не будет интересно действительно об этом узнать почитать а мы с вами увидимся в следующих сериях до встречи сталкеры